11.08.2024 год, воскресенье, в Иссалином Соске. К сожалению, конечно, и для украинцев, и для славян в Российской Федерации, в районе Курской области, Белгородской, Скорой и Брянской, вот эта ночь, и воскресенье, и суббота, и предыдущие дни, они очень плохие, драматические, трагические. И этот кремлевский, так сказать, вождь Путин, он продолжает отдавать с бункера приказы, бить по Украине. Много шахетов было, ракет по Киеву, по Киевской области, по другим городам. Ясно, что они попадают, так как в Константиновке, в торговый центр попали, очень много погибших, ушедших из жизни, и раненых. То есть, это, конечно, зверство натуральное, это понятно. Ну, это Смирнов, этот, господи, Андрей Белоусов, что-то я его Смирновым называю. Смирнов же это другой, да, это, может, они связаны, это Дврио, губернатор Курской области, еще тот парень, конечно. Вот, это все кровь на, этот самым, на религиозном, там, типа, деятели, фанатики, Андрея Белоусова, министры обороны. Это он, он отдает эти зверские, людоедские приказы бомбить украинские города. Ну, конечно, Путин его на это настраивает, прививку каждую ночь делает, ему вставляет пистон. Вот, ну, Путин сидит в этом бункере, видно, что он подавлен, потому что он выйти с бункера боится. Он, он ведь не привык к таким вещам, он всегда прячется, он всегда прячется, прячется, потому что он любит себя, любит жизнь свою, любит эти триллионы свои, свою собственность любит, рост, а тут приходится вылазить с этого бункера, и теперь надо, вроде как, идти на передовую. Помните, как Чапай говорил, где должен быть командир, полководец? На белом коне должен быть, чтобы народ видел, войско видело, что он же вместе с войском идет, с народом. А где Путин? Нет Путина. А говорят там этот генерал, этот депутат с этим лицом таким симпатичным, как он там, который рассказывает родителям, матерям, срочников, что пусть своих деток не ждут. Тут Грулев, да, Грулев, а тут вроде как где-то там поехал куда-то поближе в Курскую область. Может, врут, конечно, так, но посмотрим, видео же покажут какое-то. Ну, вот этот же тоже был, как этот, который военкор, да, был, и видите, как, типа, потом уже не там, вот так может же и с Грулевым быть. Кто его, сейчас такое время стало, что никто ничего не поймет, где надо быть, где точно не надо быть, так это известно. Ну, и вот смотрите, дальше, как сейчас ситуация развивается. Вот, очень важно, по-любому, все-таки, передовая линия фронта, причем он необычный, я вам видео свое сегодня уже сделал, за 11 августа на Большом канале, вот, это нет линии фронта, это просто вся область Курская и уже Белгородской части, это фронт. Все населенные пункты будут фронтом. Вот в чем абсолютная, так сказать, новаторская, новаторский подход, собственно, ну, сирский, видно, этот же танкист ташкентский, другие, как бы, сейчас взяли на это на вооружение. Это модель, но разработанных, так называемых, ртутных ядер хаоса. Давно я это описывал. Когда начинается вот эта горизонтальная модель ртутных ядер хаоса, ее остановить невозможно. При том, вот что важно гражданам Российской Федерации, они еще опыта не имеют. Народ Украины уже 2,5 года вот в таком режиме живет, а Донбасс тогда был и больше, с 2014 года. А эти, да, вы еще ж не знаете, что вас ждет. Ну, и вот вы, самое главное, не верить власти. Запомните. Как известно, все силовые структуры карательно-полицейского аппарата из вот этих районов, там, где Рыльский, там, где вот это Октябрьское, потом там Суджи и так далее, они все первыми сбежали. И Роснацгвардия, и эти бойцы Ромзана-Померзана чеченцы эти, а в прикрытии оставили этого красавца, да, который все время видео делает. Он такое, у него лицо такое, знаете, такое, как бы это, вот, такого, говорит, Альхен крал, ему было стыдно, но он крал. А там, кто говорит, у тебя живет вот эту еду, а это, говорит, голодающие дети Поволжья, голодающие дети Кавказа, понимаете, вот этот Аллаутинов, или как там его, он, его дело пропаганда, он пускает такие портуберанцы, специальные, чтобы дым пустить. И там где-то Ромзан-Померзан говорит, подождите, через пару-три-четыре дня все прояснится. А сам так, это быстро-быстро, сундуки с золотом заколачивают, заколачивают, и думает, и руки потеряет, думает, смотри, какой кайф. Эти славяне, православные украинцы, эти, как их называют, нацисты, они молодцы. Они расчищают, сейчас Украина, Зеленский расчищает путь к национальному освобождению независимости Чечни. Чем дальше украинские войска продвинутся на российскую территорию, тем быстрее Ромзан-Померзан провозгласит референдум, а потом отделение Чечни от выхода с Российской Федерации. Вот вспомните Олега Игоревича, так и будет. Поэтому Ромзан-Померзан, он абсолютно заинтересован, как был он заинтересован в восстании этого вагнеровцев тогда, этого Пригожина. Помните, когда он остановился где-то там под Ростовом, да, он говорит, мы идем, наш Ахмат идет, Ахмат сила, дон-дон, вперед. И стали, и стояли, и ждали, говорят, мы не могли пройти, там были вокруг на дороге, вот эти автомобили не позволяли пройти. Сейчас то же самое. Ромзан-Померзан дает этому Аладдину, всем приказы. Ребята, ваша задача сохраниться. Как только эти укронацисты пройдут туда и возьмут Курскую атомную станцию, тогда, говорит, наше время придет, и мы будем готовиться проводить референдум об освобождении выхода Чечни из состава Российской Федерации. Первый, кто сдаст Путина, это Ромзан-Померзан. И это будет очень поучительно. Это будет классика жанра. А потом татары двинутся, потом эти башкиры, они уже тоже готовы, Башкирстан, Татарстан. Ну, а тогда уже так это самое мелкое челядь пойдет, там, типа Тувы, Калмыкии, Якутии, боевых этих бурядов и так далее, и так далее. Морийцев. Вспомните, вспомните Соскина Олега Игоревича. Так вот, смотрите, что сейчас происходит. Весь это все объят, Курская область уже постепенно расширяется, фронт. То есть расширяются вот эти боевые столкновения. Ну, бегут, а кому там вести боевые столкновения? Там армии нету. Там нет армии. Кто там будет вести боевые? Золотовская разворка, так они трусы, им нефиг делать. Они под это не подряжались. Кто? Срочники? Они что, на всю голову ударены? Сколько их уже убили? Кто еще? Погранцы? Погранцов уже нет. Вот тут, видно, окружили группу, которая там в суд же там сидит, какой-то типа гарнизон. Кто? Кто будет защищать Курскую и Белгородскую область изнутри? Кто Курс будет защищать? Какие силы, нафиг? А тут же еще такая вещь, чтобы вы понимали. Как только украинские подразделения заходят в населенный пункт, как его освободить можно? Помните, я вам же это все объяснял, болваны, дятлы. Что как только перемешиваются военные украинские с местным населением, бомбить населенный пункт не представляется возможным, потому что это уничтожение своих. Все. Это ж я объяснял этим долбодятлам, которые в Кремле сидят, почему надо было забирать Эстонию, Литву, Латвию и этот, блин, Сувалсковский коридор, чтобы быстрее смешаться там с этими городами. Ну, этот агент штази ваш, Путин, он, видите же, кто там, господин Печкин принес посылку от этого самого немецкого мальчика. Ну, у Путина еще есть шанс, еще можно Эстонию быстро хлопнуть. Еще есть, Нарва там можно спокойно. Ну, если будет свои сопли кремлевские жевать, то, конечно, все проиграет там в бункере. А еще есть время. Теперь смотрите. Я не могу понять, где, почему не создаются временные органы в Российской Федерации, славянские подразделения. Ну, видно же, этот Алексей Смирнов в Курской области, в Рио губернатора. Это же понятно. Это абсолютно он, это самое, не годится под менеджера. Он пишет, 15 человек пострадало в результате, ну, вот на этот обломки, на многоквартирный дом в Курске. Дальше самое интересное. Смирнов также поручил как можно быстрее подготовить документы, оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено. Ну, вот вдумайтесь, что он мелет. Вот просто вдумайтесь. Уже беженцев в Курской области, которые сбежали с этих всех территорий, Суджа там и все остальные, да, уже украинские подразделения взяли кромские быки. Ну, взяли и пошли дальше, что там сидеть. То есть, в кромских быках уже никого вообще нет. В Рыльском нет. Скорее всего, уже в Курчатове почти никого нет. Это уже все пустые города. Но народ бежит в Курск и думает, что там Смирнов их защитит. Смирнов первый сбежит, как только первые украинские летучие отряды смерти приблизятся к городу. Первый сбежит. Я вам точно говорю. Вместе с депутатами, вместе с полицией, прокурорами, судьями, ФСБшниками, всем этим шоблом кагибийским. Увидите? Поэтому вы не ждите. Они уже вещи собрали, они все ценные уже переправили. Дальше, я уверен, за Москву уже перебросили туда. В Ярославль, там где Рыбинск, там где Андропов родился. Вот туда уже. Они уже бегут. Они понимают, что даже в Москву нельзя заходить. Тем более в Москве, Московской области, 4 миллиона живет этих самых мусульман, мусульман, исламистов. Там фашистская матка сидит уже, там щупальца от этой отдыхи. Я не удивлюсь, если сейчас там объявят, как только украинцы пойдут на Москву, появится там Хамас и Хезбалла, и эти самые, как они еще, чьи-нибудь братья-мусульмане, и так далее, и так далее. Ваххабиты начнут в московских храмах горло перерезать этим гундяевским священникам. Вспомните, Олег Георгиевич, это же был квест. В Дагестане был квест. Синагоги начнут сжигать. Там есть же в Москве синагоги, да, увидите. То есть, фактически, ситуация для Путина просто пиковая. Просто пиковая. И практически сейчас, вот если есть прославянская, православно-христианская оппозиция на этой территории, она должна создавать свои временные органы, которые должны входить в переговоры с военными подразделениями Украины и устанавливать свою власть в этих населенных пунктах. Украинцы тогда будут гарантировать безопасность, а эти населенные пункты будут готовить референдум о присоединении этих, воссоединении этих областей, областей с Русью и Украиной. Русь Украины все равно станет Славянской конфедерацией свободных городов. Поэтому не переживайте, никто у вас там в Курском, в вашем крае, потом он будет называться или как, никакую у вас свободу не заберет. Будет, вот как у Олега Ильича в народном капитализме, в других моих монографиях описано, будет Славянская христианско-православная конфедерация, восточных славян с городами, с макдебургским правом. Вспомните меня, ну не Зеленский же будет править, там Ермак, это ж тоже куром на смех, понимаете? Поэтому не переживайте, создавайте свои временные структуры управления и все, поднимайте украинские флаги, чтобы везде стояли, конечно, и вперед. Я так полагаю, будет, конечно, потому что уже все, уже эти все на зеленые пункты брошены. Ну и Курск сейчас должна начаться, уже идет мощная паника в Курске. Курск не может принять такого объема, но 1200 уже сдвинулось, уже 200 тысяч покинуло свои места. В связи с новым наступлением на вот это белое и красное, эту Яруигу или как там, это уже Белгородская область, сейчас бросились все уже дальше туда, потому что туда идет Белгород, дальше Курск идет, но на Курске нельзя останавливаться, бежите дальше. Вот такая ситуация, то есть паника, как говорится, движет, движет народом, и народ понимает, спасайся, кто может. Спасайся, кто может. Спасение утопающего, вы помните, дело самого утопающего. Кто чего боится, с тем, то и случится. Как говорится, каждый за себя, один Бог за всех. Не верьте, вот это, что там солидарность есть, это все было, в Украине тоже было, а потом сейчас народ брошенный, потому что нет денег, нет ресурсов, все же, целые города в Украине разрушены. И у вас так будет. Если не будете, Соскина слушайте, слушайте, тоже, я вам говорю, записывайте, конспектируйте, и есть шанс, спасетесь. До новых встреч.